Мне почему-то Ханни Бэджер с модами напоминает АМБ. Знаешь, братишка, в какой-то степени ты прав. Однако, имеются некоторые особенности у Ханни Бэджера, которые не позволяют сравнивать его всё-таки полноценно с АМБ. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность, прекрасный Warface и, впервые в жизни говорю, прекрасный Ханни Бэджер. Некогда достаточно спорный и по-своему странный пистолет-пулемёт обрёл новую жизнь. Урон, сука, 128, солидные множители в тело, по конечностям, по губам, великолепный темп и очень годные возможности модификации. Всё это делает оружием поистине великолепным и, вне всяких сомнений, топ-1 у инженера. И даёт прикурить штурмовику. И вот это вопрос действительно глубокий. Я бы даже сказал, системообразующий. Могу сразу, со всей ответственностью, заявить, что на подрыве, на большинстве карт, где на самом деле вот эта дистанция штурмовика-инженера, да, вот она вся размыта. Она какая-то единая. Нет дистанции штурмовика, нет дистанции инженера. Все выходят стреляться примерно в одних и тех же условиях, на одних и тех же позициях, на одних и тех же дистанциях. И чаще всего эти дистанции как раз небольшие. То есть, по сути, дистанции инженера, нежели дистанции штурмовика. И именно поэтому, моё мнение однозначно, не на всех, но на большинстве карт подрыва, инженер действительно сейчас начинает быть, ну, немного более эффективным, нежели штурмовик. Именно благодаря Хани Бэджеру. И выходит, что инженер имба, а штурмовик опять идёт лесом. Ну, почти, дружище. Опять же, друзья, мы сказали, что Хани Бэджер действительно может потеснить штурмовика на большинстве карт в большинстве ситуаций. Но они везде, неоднозначно и не всегда. Сука, глубоко сказал. Сам ничего не понял. В общем, ситуация следующая. Если бы у нас был действительно какой-нибудь обновлённый АМБ-17, то штурмовик был бы совсем, прямо скажем, не у дел. Сосо Павлиашвили. Однако, с Хани Бэджером ситуация немного иная. Он действительно офигенно спиливает в тело, в голову. Прекрасно себя показывает. Имеет глушитель интегрированный, который не режет урон. Но в отличие от АМБ, у Хани Бэджера есть одна существенная проблема на больших и порой даже уже на средних дистанциях. А именно, разлёт пуль. И некоторый их рандом. Абсолютно причём не важно. Будете вкачивать вы отдачу, да, модификацию на отдачу. Будете вкачивать кучность. Существенно картина не изменится. При любых сборках Хани Бэджер на средней и дальней дистанции имеет, прямо скажем, фактор рандома. То есть, однозначно хорошо спилить противника в голову. То есть, точно попасть, чтобы был хедшот с гарантией практически в 100% нельзя. На каких-то небольших ближне-средних дистанциях инженера Хани Бэджер бажит. Инженер прямо доминирует, штурмовик проседает заметно. А вот на средней, вроде как, инженер всё ещё поинтереснее за счёт характеристик его пушки. Но уже не так однозначно. Потому что часто пули летят куда угодно, но только не в саму голову. Да и, когда стреляешь в тело, иногда разлёт даёт о себе знать. И это единственная, друзья, внимание, единственная причина, почему Хани Бэджер не является лютой, однозначной имбой. Это тот небольшой момент, благодаря которому штурмовик вполне неплохо, тем не менее, сегодня себя чувствует. И штурмовик, как класс, на тех же рейтинговых матчах не исчез. И, я думаю, в ближайшее время не исчезнет. Ну, как минимум, до введения новой пушки инженеру. Однако указанный недостаток не делает эту пушку плохой. Как вы понимаете, оно плюс-минус баланса, даже с перевесом в сторону класса инженера. Потому пушка, вне всяких сомнений, друзья, великолепная. И, конечно же, ты поделишься с нами своей супер-секретной сборочкой для неё. Тут, братишка, всё предельно просто. Да, друзья. Я вообще замечаю тенденцию для автоматического оружия. После изменения системы модификаций у нас складывается какая-то единообразная картина. А потому моя сборочка, я думаю, сборочка большинства опытных игроков, выглядит вот так. Как и в случае с АК-12, ставить мод на отдачу здесь нет никакой необходимости. Отдача незначительная, сыграл пару мясорубочек, и ты её, в общем-то, уже и не чувствуешь. А вот повышенную дальность и темп стрельбы почувствовать ты очень даже сможешь. Да и кучность такой пушки, которая, прямо скажем, не идеальна в этом плане, не помешает. Я думаю, вне всяких сомнений. Особенно, если ты иногда время от времени стреляешь в прыжках. Именно благодаря такой сборке Ханни Бэджер меня очень радует. Практически в любых ситуациях, на большинстве дистанций, кроме дальних, ну и таких средне-дальних, в общем-то, на этот агрегат я могу положиться. Что, кстати, и вам рекомендую. И тем не менее, друзья, пришло время перейти от теории к практике. Возьмём прекрасный Ханни Бэджер в руки. Вместе с этой сборочкой нашей. Отправимся на РМчики, да. И хорошенечко там понагибаем. Это типичный новичок в Warface. И сейчас произойдёт неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней, как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Сигзауэр. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Врывайся, братишка. Warface тебя ждёт. Бесшумное оружие для бесшумного игрока. За крысу ответишь, понял? Вот так вот, зная об этом. Именно так вот. О! Шо, бэби, you got... О, деточка, да. Шкачина, мрачина. Благодарю, Нарина. Боже, очередная идиотская мина. Я тебя умоляю, лучшая мина на свете, сука. Это моя... Это гордость моя, Кэп, запомни. Это предмет моей гордости. Это самая гениальная мина, которую я когда-либо изобретал в Warface. К сожалению, да, это на Блице, поэтому гордость такая смешанная. Но тем не менее. Не знаешь, не говори, сука. Это произведение искусства. Вот так надо догадаться ещё мину поставить. Не каждый может. Кстати, мина сработала. Да блин. Хедшот, деточка. На. Вот так вот. Перфекто. Я тебя слышу. Попался, гол. Жопый самец. Вот эти нотки. Уважение мне нравится. Самый хитрый, да? Какой же ты хитрый парень, а. Какой ты молодец. Чувствует моё сердце. Есть где-то ещё задние проходы. Ого, я так же подумал. По-любому есть какой-то хитрюга. Вот он. Пацаны, как вы так померли-то быстро? Хэдшот. Команда уничтожена. Мы проиграли, Рау. Да. Ловите. Смотри-ка, поймал. Хэдшот. Надо было стрелять при цели. Да, правильно говоришь, суха, затупил я. Блин, ну она от бедра хорошо просто лупит. Говорил же, хорошо от бедра лупит. Было ожидаемо. Давай, братан, вам надо избежать проникновения. Да, согласен, тень пенетрации прямо над нами надвисла, надо быть аккуратным. О, там попался, да, именно что, нагиб. Беспаливано, да? Максимально беспаливано. О, есть попался, голубчик. Для начала неплохо, такое противостояние лично мне по душе. Ну, собственно говоря, да, хотя, признаюсь, было, в общем-то, потненько. Посмотрим, как будет дальше. Похоже, разработчики в Warface любят тебя. Явно что-то подкрутили. По-любому, сука, целый день. То дворец, то блиц. То дворец, то блиц. Вы что, издеваетесь, что ли? Что это такое, блин? Хватит, может, а? О, хоть какие-то хорошие новости. Вот, другое дело. Тактично максимально, согласен. Да, детка, сюрприз. Пилит в тело, не СТК, конечно, но достойно. Согласен. Пилит в тело весьма достойно. Мы уничтожили... Слишком ожидаемое действие. Кэп, запомни, иногда самое ожидаемое действие. Вот так, детка, самое верное, как ни странно. Иногда лучше не хитрить, а просто бить в лоб. И так порой работает лучше всего. Ну, вот так, хэтшот, малыш. У них один ливнул. Становится как-то неинтересно. Очень даже, наоборот, интересно, друг мой. Мы игроки Warface, мы за что платим? За маслачизацию, правильно? Очень, я считаю, даже интересно. Вот так вот, в Поппингаген. Попался, мой сладкий. Ну, вообще великолепно. Везет же Рокутаген тебе на такие комнаты? Ну да, да. Не, ну, на самом деле, я хрен его знает. Обычно нет, обычно пот. Но, повезло так повезло. Я, собственно говоря, и не против. Разрабы точно что-то тебе подкрутили. Да не говори, сука. Не говори. Молодцы, спасибо. Это что? Готов. Сука, я обожаю, обожаю снайперов в Warface. Это лучшее просто, что можно было придумать. Я вообще ничего не понимаю. Что происходит? Как он тут взялся-то, блин? Похоже, противник пользуется нестандартными тактиками. Это у нас наши союзники, сука, нестандартными позициями. Они ни хрена, сука, не смотрят. Хэдшот, детка. Маскировка обключена. Именно так. Хэдшот. Хэдшот, деточка. Дабл килл. Дабл килл, деточка. Блин, ну зачем? Эффективная позиция. Между прочим, ты говоришь, а оно так и есть. Очень эффективная. О, тихо, подожди. Команда противника разбита. Максимально, сука, эффективная, понял? Засада. Да, она самая. Есть, засадили. Да, детка, на тонны засад. Да нет. Навык Аима богоподобен. Заткнись, сука. Блин, это из-за тебя, падла. Будьте добры, спуститесь обратно, сука. Вы нам тут особо не нужны. Пацаны, сидите там. Какие, блин, настойчивые. Заняться больше нечем. Правильно. Правильно. Это, блин. Ну-ка. Рокутагин, а почему у тебя в нике СС подозрительно выглядит? Потому что ты, как некоторые, сука, ты вот читать умеешь. С-точка, С-точка, Сурен, Суренович, дебил. Судя по отсосам, пирамида тоже не входит в пул твоих любимых карт. Кэп, поверь мне. Все, что не близ, это уже пул моих любимых карт. Да. Это уже пул моих любимых карт. Ну, дворец бы еще пореже попадался. А так меня все устраивает. Не переживай. Пирамида далеко не самая плохая карта. Скорее даже, ну... Скорее даже хорошая. Такой. Для меня лично так средничок. Гарнателло. Да. Ну, где ты? Добро пожаловать. Не знаю, что он стоял, но спасибо. Приятного аппетита. Не-не-не-не-не. Ты давай-ка не нарушай, сука, традицию. Если прожарка началась, будь добр, прожаривайся до конца. Правильно? Он, сука, прожарку нам испортил, ребят. Ни стыда, ни совести. Вот так вот. Молодец. Хоть ты немного настроения подарил. Давай. Вот, вообще молодец. Это вообще красавчик. Прямо на хэдшот вышел. Какой замечательный человек-то, а? Я думаю, мы победим. Да, детка, да. Блин, пипец. Как же, сука, не хватает регена на этой броне? Кто такое придумал? Реально, вот он сам, Рэма, нифига не играет. Команда против. Кидаю гранату. В первом бою было действительно противостояние, а потом сплошная маслоочизация. Порой мне кажется, Рокутагин, ты нам что-то недоговариваешь. Как это варфайз, тут вообще непредсказуемо. Тут непредсказуемо. Оно как бы так, как повезет. Ты знаешь, друзья, я предлагаю все это дело ради баланса хорошенечко шлифануть на паблике. Ну, здесь-то, конечно, противники будут куда серьезнее. Кэпа, я не обещал противников куда серьезнее. Я как раз, я обещал вот так, детка, шлифануть. Да. Да, детка. Точнехонько наклык. О, ты начинаешь понимать, братуха, теперь ты тоже в теме. Да, детка, получается, получается, ребята. Все будет классно. Неужели ты и здесь будешь крысить? Я все буду делать, Кэп. Я все, сука, буду делать. Да, 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 именно вот так. Вот он, блин, вкус настоящего варфейса. О, я знал, что ты здесь, блин, спрятался. Он коды уносит. Ну, да, да. Ну, че. Да даже если один раунд салев, наоборот, прикольно. Хотя, ладно, не будем. Ну, смысл. А, ну. Че оттягивает-то, правильно? Да, детка. Хорошо, огня по своим нет. Согласен, сука. Значит, я уже полкоманды перебил. Да. Вот такое я уважаю. Было, конечно, очень остросюжетно. Да. Но больше меня на такие матчи, пожалуйста, не зависят. Ой, я тебя умоляю, дорогой мой. Тебе ж понравилось. Ты в душе-то, сука, хотел на моем месте оказаться. Хотел, я знаю. Каждый бы хотел на самом деле. Хоть это он будет отрицать, там. Противостояние. Это мы все знаем. Макароны на ушах, ребята. Красота, красота. Слов не более того. Нужны ощущения. Максимальная, сука. Маслоочезация людям нужна. И Хани Бэджер это дает. Хани Бэджер. Офигенный ствол. Никогда не думал, что буду нахваливать эту пушку. Но она просто огонь. В сборочке, которую я показал, она просто великолепна. А с вами был Рыкут Агин. Капитан Очевидность. Прекрасный Хани Бэджер. И прекрасная игра Warface. Прекрасный Хани Бэджер. Продолжение следует...